Могут ли Крии помочь человеку, который долго употреблял наркотики, имеет зависимость и страдает поведенческим расстройством, умственным расстройством? Может ли Крии помочь в таком случае? В очень небольших объемах мы работаем с такими людьми, но чтобы охватить массу людей, нам понадобятся соответствующие условия и система обеспечения. Определенно, таким людям можно помочь, но для этого требуется определенная атмосфера, определенные условия и прочее. Сейчас волонтеры и медитаторы хотят построить центр в Соединенных Штатах. Для этого они приобрели участок земли в Теннесси. Это очень красивое место. Там три водопада. Очень хорошее место. Если в скором времени получится создать там центр, то мы сможем подумать о проведении подобных мероприятий. Но сначала следует обустроить пространство, обучить людей. Это долгий процесс. Но определенно, таким людям можно помочь, если они по меньшей мере хотят, чтобы им помогли. Какой бы ни была зависимость, один аспект — это привязанность ума. А второй аспект — это может стать физиологической зависимостью, которая возникает со временем, когда тело привыкает к определенным веществам. Даже если вы захотите избавиться от этого на уровне ума, тело не позволит уйти от этого. Для подобных случаев у нас есть очень мощные крии и кармы. Крия означает внутреннее действие, а карма — внешнее. И крии, и кармы, и их комбинации можно использовать для полного очищения тела, чтобы устранить привязанность на физическом уровне. Как только физическая привязанность исчезнет, вопрос будет только в поддержке со стороны общества и семьи, потому что невозможно навсегда оставить человека в центре. Но какова здесь поддержка со стороны общества и семьи? В США эта поддержка очень слабая. Если вы идете по улице, все так и тянет вас в этом направлении. Для человека, который уже попробовал, существует столько соблазнов на улице, которые влекут его в этом направлении, не так ли? Нет поддержки со стороны общества. Есть пара человек, которые уехали отсюда, прожили в Индии долгое время и полностью избавились от зависимости. И в итоге они не хотят сюда возвращаться, потому что они знают, что стоит им приехать, как они встретят старых друзей и неизбежно вернуться к старому. Но жизнь так не работает. До тех пор, пока они не захотят разорвать все связи с этим местом и не займутся чем-то другим, что, как мне кажется, стоит того. Но это невозможно для больших групп людей. Такое доступно только отдельным людям.